Как не попасться на удочку мошенников и сделать свою жизнь комфортной и безопасной? Бесспорно, в наше время сложно представить мир без интернет-технологий. Но в киберпространстве каждого поджидает опасность. Например, преступники часто звонят от лица банковских сотрудников или воруют аккаунты. На лекцию «Цифровой ликбез» пришло более двух сотен школьников. Эксперты объясняли ребятам способы проверки информации. Наши эксперты из узкоспетеризированной IT-компании будут рассказывать ребятам про новые схемы мошенничества, о том, какие бывают кражи, о том, что такое дипфейк, что такое доксинг. Цифровая грамотность сейчас стоит во главе угла. В этом уверен министр Ульяновской области Олег Яковаров. В региональном правительстве этому вопросу уделяется достаточно внимания. В Ульяновске реализуют IT-проекты и для детей, и для взрослых. Почти до двух с половиной тысяч мы дошли по обучению пенсионеров. Что касается школьников, то здесь программы – это цифровой ликбез и цифровой урок. Это два федеральных проекта, они реализуются, и очень много школьников. Буквально цифровой ликбез – второй год, и мы только в этом году уже проводим второй такой урок с нашими школьниками. После выступления спикеров ребята задали интересующие вопросы и отправились на тематический квиз. Там будут станции по различным… То есть, если я случайно, давайте так, я иду по улице, падаю случайно, и смотрю, у меня, значит, на асфальт. Далее в игровой форме школьники ознакомились со специальностями, представленными в федеральном проекте «Профессионалитет». Виктория Черкова, Анатолий Рассохин. Улправда ТВ.